Ретимна Ретимна. Этот очаровательный городок с живописной архитектурой и пленительной паутиной узких улочек расположился в самом сердце греческого острова Крип. До него удобно добраться из любой точки острова. Ученые до сих пор спорят о времени основания города, но известны упоминания о нем аж до нашей эры. Жил себе этот античный городок вполне припеваючи, хотя и не имея особого значения в истории минойской цивилизации, но чеканя собственные монеты. Венецианцы прибыли сюда в 13 веке, сделав Ретимна одним из важнейших морских портов Венецианской республики. В 16 веке город перешел под влияние Османской империи. И все эти великие культуры оставили свой след в архитектуре города. Католические храмы Венецианской постройки были наскоро переделаны в мечети, а после освобождения от турков в 20 веке быстренько утратили свое мусульманское значение. Так и звучит в городе по сей день это архитектурное многоголосие. Пример тому практически каждая достопримечательность в городе. От июля город получил и до сих пор бережно хранит фонтан Римонди на площади Платана. В его силуэте, трех встроенных в мраморную стену милых мордахах, угадываются черты эпохи просвещения. Я была восхищена тем, как изящно фонтан сливается в архитектурном ансамбле с красивейшими домами, которым не одна сотня лет. А это Сахмиси, деревянные веранды, закрывающие окна домов. Характерная черта старинного мусульманского города. Посмотрите, как эти турецкие балкончики, понадстроенные все теми же османами, мирно и величественно восседают на венецианских палаццах. Эклектика в ее лучшем воплощении. В городе сотни туристических лавочек и аутентичных магазинчиков, где легко и непринужденно мне удалось заполучить по весьма выгодным ценам все свои гастрономические и косметические хотелки. Как приятно после удачного шоппинга расположиться в прохладной тени доброго кафе с потрясающей греческой кухней и дружелюбным хозяином. Здесь таких просто не честь. Долго не сидим, отправляемся гулять дальше. Несмотря на богатейшую историю, уходящую своими корнями в глубокую древность, я, пожалуй, назвала бы ретельно городком молодежным и весьма тусовочным. Обменявшись улыбками с доброй сотней встреченных туристов и городских гуляк, мне, как всегда, не терпелось затеряться в лабиринте тихих, уединенных улочек старого города с их многочисленными, небрежно расставленными тут и там мопедами, местами настежь раскрытыми на улицу дверями домов. Здесь так приятно бродить, легко заблудиться, а выбираться совсем не торопишься. Признаюсь, как на духу, есть у меня одна ничем необъяснимая страсть – двери. Казалось бы, что в них такого? Но, мой взгляд, то и дело цепляется в этот объект архитектурного декора, глаза хотят рассматривать, а руки трогать. Так вот, в ретельно с этим делом полный порядок, трогать не хочу. А этот магазинчик, который случайно нам попался в старом городе, сделан как будто для меня. Да что там говорить, меня практически уносили из него в эстетическом экстазе и приступе умиления. В эту поездку мы не смогли исследовать рейсов на от и до, банально не хватило времени. Но мы однозначно поняли, что насытиться этим городом с его расслабленной, доброжелательной атмосферой и эклектичной архитектурой невозможно. Это ли не повод вернуться? И мы вернемся. Обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok